На меня напали, я защищался. Дерний час, но это по дракам, скажем так. Для нас, для футболистов, он не был таким, как бы сказать, матчем года. Мы будем четко понимать, что сейчас могут нахлобучить. Немножко наше славе, но это ключевое. Наверное, это все-таки у болельщиков были какие-то амбиции, чем у команды. Были такие моменты, там ко мне приходили, говорят, давай. Я говорю, давай. Дорогие друзья, мы начинаем меньше, слово больше дело. Дневник фаната, перейти в дерби, Спартак, ЦСКА. Погнали. Друзья, всем огромный привет. Начинается наш новый долгожданный выпуск дневника фаната, который посвящен дерби. Но прежде чем начать этот выпуск, мы хотим рассказать об одной новости, неприятной. Один из самых известных фанатов нашего московского Спартака Владимир Майор попал в больницу. Был доставлен в тяжелом состоянии, был подключен к ИВЛ. Сейчас по новой информации Владимира из Люберецкой больницы перевезли в Склиф. Поэтому мы хотим пожелать огромного здоровья Владимиру. Владимир, ты сильный человек, мы тебя ждем на стадионе. Давай поправляйся, крепись, ты в дерби. И Спартаку нужна твоя поддержка, и ты нам нужен всем. Поэтому, Владимир, еще раз здоровья, ждем тебя. И надеемся, что его старейшее выздоровление. Ну а теперь, друзья, переходим к просмотру этого выпуска. В дневник дерби, надеемся, что мы останемся на первом месте, и в этом дерби победа будет за нами. Дневник фаната, мы начинаем. Че скрывать, это мой двор. А в свое время, типа, до облавочек стояли, там, было за песочность еще дальше. Да, в тот момент так баловался, там, покуривал. Ну и так, ты представишь, выходишь там в 7 утра, блядь, день дерби. Вот, дядь, это примерно там 8, полдевятого, за тобой же должны заехать, нужно уехать куда-то. Ты выходишь на балкон, и там сидят два тревожных персонажа. Иди чаще, короче, в поле твои окна, блядь. Маякнул, говорю, слушай, там парня, говорю, ты на машине, говорю, заедет, там, за магазином, говорю, оставь. Там первый подъезд, уже другого дома начинается. Я говорю, ну, типа, возле него, типа, встретимся. А я говорю, ну, их нету, блядь, я думаю, блядь, че, неужели уехали, блядь. А у них была какая-то, блядь, то ли 15-я, то ли там, блядь, 99-я, так, ну, вот из этой серии. Я такой, че-то, ну, как бы она стоит, блядь, и нету. Я захожу туда, и прямо где парень на моей машине, они прямо на той лавке уже там сидят. А у них, оказывается, вторая машина была, она где-то здесь стояла. Ну, это было перед матчем Спартакс СССР. Да, да, это было дерби, да, как бы, и, типа, они ходили этим лакаром, думали, что, типа, ну, там, я сейчас поеду, типа. Проследить, короче, за вами, сбор, да? Ну, типа, да, и там уже, короче, там, отлупить, как я понимаю. Сейчас, извини, перебью, чтобы вы понимали, это Ярославское шоссе, собственно, небезызвестное всем. В свое время там давали собираться, да, мы там могли спокойно где-то собираться, да, там, по 100, по 200 человек, и, как бы, там, менты были, фу, в добром адеквате, да, там, Андрей, поскольку спокойно подъехать, там, тем спокойно подходишь, там, типа, да, мы с собой приберемся, мы там, типа, тихо-спокойно все разбежимся, блядь. Все, ребят, без проблем, там, вообще проблем не было никаких. Через полчаса, там, тихо-спокойно, да? Да, да, через полчаса, да, там приезжает такая же группа лиц, как бы, и происходит диалог. Вот, в повышенных тонах ее, с применением подручных, ну, там, периодически, конечно, подручные предметы присутствуют. Расскажи, со своей точки зрения, вообще, когда зародилась дерби «Спартак-ЦСК»? «ССК» — это, скажем так, с моей точки зрения, это дерби сейчас, но это по дракам, скажем так. Это на… никогда, ну, как соперников футбольных мы «ССК» не считали. То они в 80-м году по первым лигам болтались, там, красиво вообще. Вот здесь вот дом, здесь был такой матрос, и вот он программки начал собирать. И он говорит, в первой лиге хорошо, там программок больше. Я говорю, чтобы вы всю жизнь там играли. Действия Гиннера где-то, наверное, ну, где-то середина 90-х, когда они немножко начали чуть-чуть подниматься, никакие, вот, и, скажем так, ну, наверное, ближе, наверное, к концу 90-х, когда уже вот просто был момент, 98-й год, они, наверное, на вылет стояли после первого круга. И локомотив, палатка с той стороны. И стоят наши хулиганеи, один такой, зашибись, ну, я слова некоторых убираю, и это говно вылетает. Второй, да ты охренел, а кого мы бить будем? В принципе, есть там армейцы, там достойные соперники, мои даже товарищи хорошие, вот, но все равно, как бы, они никогда нам соперниками именно на футбольном поле не были. Вообще считается, вот у нормальных людей, самое, как у что, 72-й год рождения фаната Спартака, 76-й Динамо и 79-й ЦСКА появляются. Ну, там, одиночки были в 75-м, 74-м, да, в этот фан-бреднике это было, вот, но там есть один человек достойный, вот, это, по-моему, самый какого, гад. Вот, он как раз сказал, что там, ну, 79-й. Вот, и мы, как бы, когда они начали появляться, думаю, что это за фигня, приехали, 79-й год, сыскакая рад на песчанку. Ну, немножко спросили, как здоровье, здоровье оказалось у них не активно. Мы зашли на трибуны и закараться, что шизили весь матч. Александр, ну, расскажите, как проходили у вас матчи против принципиального соперника и считался ли матч с ЦСКА принципиальным в ваше время? Как вы вообще настраивались на игру, как ребята себя чувствовали? Или это была рядовая игра, потому что в 90-х, насколько мы знаем, вам-то равных практически не было? Ну, по-разному, если кто-то помнит, да, по-разному проходили матчи, да, и выигрывали, в большей части, конечно, был, конечно, один эпизод не очень приятный, когда мы проиграли крупно. В основном, да, в основном были победы и настраивались, ну, серьезно, и я бы не сказал, что это, как бы, был, опять же, матч какой-то проходной, вот, но и для нас, для футболистов, он... не был таким, как бы сказать, матчем года, да, то есть мы от матча к матчу шли к финишу чемпионата, да, там, и в то время, когда я играл, там, эти финиши были в основном победные, вот, поэтому для нас этот матч был принципиальным, но принципиально было выиграть чемпионство. На самом деле, я тысячу раз говорил, повторюсь, для вас, как бы, я думаю, что, может, ну, зрителям будет какой-то момент, что, бля, меня около футбола спас от многих, как бы, вот, от той же наркомании, и, опять же, около футбола, там, когда, там, я напал небезызвестный коллектив, да, под влияние уважаемых, хороших людей, которые, там, занимались спортом, я смотрел на них, и я понимал, и вот эти все моменты, там, с алкоголизмом, да, там, там, в 15 лет, да, там, ну, да, в 15 лет попал, там, первый раз на стадион, вот, и я в первый раз забухал 18. То есть, все равно, там, 4 года, там, езды, там, как бы, там, у меня было, это, как бы, ну, я... Ну, то есть, субкультура, вот, наша футболка в целом, он себе... Да, 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 там, физкультурка, да, там, физкультурка, там, антиалкоголь, ну, а потом начался, так сейчас модно говорить, золотой клей зоджи, бля, я, я вот золотой клей зоджи. Кто не видел, у Антона Дорофеева, передача «Вдвижи», вот, он снимал с одним неизвестным фанатом ЦСКА, про психбольницу, где постоянно происходили у вас встречи на повышенных тонах. О, да, аудиенция, это в свое время считалось, как бы, единственная самая тихая и самая прекрасная полянка. Самые первые такие, да, вот, прямо забивоны, и все, бля, про эту дурку знали. Там люди с Подмосковья съезжали, все вот чуть правее, как бы. Ну, единственное, вот, как бы, в свое время это была одна большая дорога. Ну, сейчас мы находимся... Антон, Сергей, здравствуйте. Ну, это знаменитая речка Вонючка наша, любимая, блядь, река Ичка. Вот, вытекает из такой же шикарной реки Яуза, блядь, вот. А вот это, как мы видим, зеленый заборчик у там. Это уже Лосиный остров, там замечательная, так называемая, дурка. Были с некоторыми коллективами, которым я имел отношения, ну, как бы, косвенно имел к их забивонам. Это было... Тут происходили два мероприятия, именно в Дендербе. Потому что как раз начиналось, опять же, вот эти, блядь, легкие движения, ну, свобода, как этот, политических высказываний. И периодически как-то было какое-то дерби замечательное. И по всей Москве проходили вот эти там какие-то, блядь, несогласные, согласные. Как вот, естественно, на, там, Сахарова, там, согласные, где-то в другом месте не согласные. Естественно, как бы, естественно, везде куча натыкана, блядь, всякого ОМОНа. И мы четко понимали, что, как бы, ну, блядь, если мы там соберемся, там, хотя бы в 10-15 человек, мы будем четко понимать, что у нас сейчас могут нахлобучить, потому что потом докажи, что ты не рыжий. 2008 год, у нас одна машина, 25 лет, там, Opel Astra, хонда Civic, блядь, там, 22, что ли, года ей. И один там тоже очень уважаемый, хороший человек, я тебе потом скажу, что, блядь. Он вообще, типа, на, ну, это, блядь, на, назвать, на москвиче Светогор, блядь. Мы адски ехали, короче, и потом выяснилось, что у нас, короче, еще какое-то количество людей, нам нужна еще одна машина. И выясняется, что у знакомого, блядь, ну, там, у нас с нами парня нашего человека есть, блядь. Ну, у меня, говорит, десятки, говорит, ну, мне так немножко с движком, говорю, ну, давай, аккуратненько, бери Беспалево. Ну, как бы, блядь, Беспалево не получилось, потому что, как бы, в принципе, эту машину можно было тупо завести, как бы, блядь, где-нибудь на стадионе, блядь. И, блядь, просто весь матч мы бы дико тифовали, блядь, потому что от нее дымило так, блядь. Мы ее видели где-то за километр, как она начала к нам приближаться. Знаешь, такое ощущение, что он едет, как вот в армии, он едет в танке, да, как они там симулируют, там, подбитие танка. Он едет и выкидывает на малую шашку. Вот, например, то же самое. Он просто едет, как обкидывали. Когда-то в какой-то момент немножко наши слабее были. Но, вот, это ключевое. Вот, когда лошади, причем конями их не называли, их называли первое время лошадьми. Здесь еще гендерные самые оскорбления были. Вот, значит, просто лошади, лошади, везде, по многих моих интервью, да. Вот, и когда лошади сделают так, чтобы я или нынешнее поколение парней боялась носить цвета, и в трусах проносила цвета, вот тогда они, возможно, только сравняются с нами. Ну, и то не факт. В 90-м, в принципе, скажем так, мы сами говорим, не нам говорят, а мы сами говорим, что мы немножко виноваты перед следующим поколением, то есть вот поколением Гашика и так далее, да, вот Олега Коня, там, Горшка, ну, людей, Володя Индейца, там, можно и Андрюшина Тингема и так далее. Вот, мы немножко виноваты. Не то, что мы их бросили, просто у многих были уже семьи, дети, и развал Союза надо было там, ну, немножко, потому что есть фотографии, посмотрите, 95-го года, там, ну, там, 200-300 человек, там, на самый, из них 30 фанатов у ЦСКА, а у нас там полторы-две тысячи, из них там 50-70 фанатов. То есть там деградация была полнейшая. Вообще всего движу в стране, потому что после искомых Киева, Днепропетровска, Вильнюса, какие-то камышины, при всем уважении к этим городам, ну, это все-таки нехорошая замена Киеву, там камышин, вот. Или там, может быть, веселенькая, махачкала, вот. 90-е были веселые, причем многие даже до конца не знают, что вот это, только недавно вывезла эта история, вот этот знаменитый Арбат, который, конечно, двинули, причем качнули их, прогнали, но остановились, опыта не было. Вот это Арбат, 95-й год. Причем наши на Арбата сами подъезжали, и коням на баскетболу, у коней там паника была, могли хлопнуть и уйти, благородно сделали. Так что здесь вот 90-е годы, они настолько разные, что там одного нельзя ни в их сторону, ни в нашу. То есть было веселое время, реально веселое время. Сейчас уже, наверное, такого-то, я, по крайней мере, не вижу, что возможности возвращения к какому-то веселому времени. Первое дерби для меня, да, это было в 96-м году. Он для меня был памятен тем, что мне перед этой игрой вручили приз лучшему молодому вратарю за 95-й год. И в той игре мы сыграли на ноль. Да, там достаточно были такие, ну, моменты такие опасные, там мне пришлось так серьезно вступать в игру, и удалось сыграть на ноль. Спартаковцев хватило только на полтайма. Дальше армейцы сравнялись по опасным моментам. Филимонов чудом достал мяч из девятки после штрафного, пробитого Радимовым, а Ульянов оплошал на добивание. Через пару минут Спартаковская оборона в одиночку разрезал Симак. Это был полный стадион, и было вот такое противостояние болельщиков, потому что это где-то было, это было, ну, не знаю, апрель-май, не помню. То есть для меня это как бы было первое дерби, и до этого, да, вот в играх за Спартак, такого противостояния болельщиков ни с кем не было. А здесь вот. А здесь получилось, да, что полный стадион, и вот прям уже было такое вот, было ощущение. И Циевсковская трибуна была достаточно заполнена, вот. И, ну, и, в принципе, и весь стадион был так красно-белый. Тогда вы поняли, наверное, как игрок, что для фанатов это прям как... Ну, все равно нет, нет, нет. Честно говоря, это для меня, как бы, да, там, ну, для игрока, наверное, это понимание пришло, наверное, уже когда вот ЦСКА как клуб начал развиваться, да, и они как бы немножко начали как-то, ну... Поддавливать. На футбольном поле, да, как-то проявляться какие-то качества. Вот, потому что, ну, опять же, для меня, как для футболиста, ну, тяжело там сопоставить, да, там, на тот момент Спартак и ЦСКА, да, вот. И, может, для болельщиков немножко по-другому это все выглядело, да, но вот для меня это... Было ощущение, что играет фаворит, да, ну, с претендентом, с командой, которая претендует, да, у которой есть вроде бы какие-то амбиции, но, наверное, это все-таки у болельщиков были какие-то амбиции, чем... Особенно, когда вот хоккей был, детские билеты там, это суббота-воскресенье, мы заходили во дворец, и там их это спрашивали, как здоровье, вот. И они приходили на хоккей, например, все вот это в трусах красно-синие, и после матча опять трусы. Под мостом в Лужниках стояла РЛ-200-250, часть на цветах, подходила группа там 30 человек, их окружали и спрашивали, там два вопроса, парни ЦСКА чемпион или мужики, за кого болеем? У некоторых от ответа жизнь складывалась, вот. Так что там террор был, вот реальный террор, причем коней на всех не хватало, и на один матч делал Павелецкий вокзал акцию, на другой матч делал там Ярославский вокзал, то есть делились, чтобы всем веселушка хватало, а то одни, а я там ездил со всеми. То есть вы некой благоварительностью занимались? Мы... Улучшение настроения, так можно сказать? Улучшение настроения у спартаковского населения. Понятно. Вот, в 81-м году первое объединение против нас было, это ЦСКА Динамо, как бы они свои хилые силы, ну, были там у них пару акций на Октябрьских полях, в 81-м году на библиотеке имени Ленина, вот, ну, две акции, больше я, честно говоря, такие, может, рядовые акции, там, пять на пять условно, чтобы более-менее массово, вот. И как бы, ну, мы разозлились очень сильно в 81-м, и этот вот союз, ну, скажем так, до скотского состояния добили в конце года уже. Это знаменитая наша школа, как бы, ну, как и наша школа. Это место, как бы, ну, частично стало культовым, да, по этому замечательному видео, которое, на самом деле, я до сих пор осуждаю, что оно появилось в интернете, как бы, это драка с хакером, да, это происходило, как бы, ну, в этой школе, только, как бы, естественно, это был, на этом месте стояла, ну, такая, ну, другая школа, как бы, она просто старенькая. Я просто отреставрировала. Она просто старенькая, да, не, ее вообще полностью снесли. А, полностью снесли. Ну, как бы, вот территория, да, такая осталась, как бы, вот тут был спортзал, где стоял, примерно, ну, да, вот так, отдельным зданием, да, как бы, тут была, типа, получается, в этом здании была столовая и спортзал. Насколько я знаю, вы довольно неплохо общались, и, в принципе, как ты уже сказал ранее, что, в принципе, район между собой общался, и Цинска с Спартаком. Расскажи мне, почему вы дрались? Ну, там был Матичинский, просто, как такие веточные движухи были, да, там, пересекались, потому что, как бы, да, мы там что-то, там, лупились, да, там, но это было в такой степени, как реально просто спортивный интерес, да, там, как ходили на тренировку. Здесь из-за чего вы... У нас, как бы, там, что-то, бам, раз в лесу потанцевали, два потанцевали, там, бам, потом на ветке где-то пересеклись, потом где-то там что-то в городе где-то пересеклись, они начали зацеплять где-то каких-то людей, других людей уже там более-менее, ну, с других районов, да. Ну, со стороны, видно, Сярославкина. Мы старались, чтобы было все очень круто, было все хорошо, опять же, это как для большего, ну, быстрого сбора бывших каких-то вот этих движений, мы старались, там, образно, организоваться здесь в свалу хотя бы. Ну, и какой-то момент, я просто говорю, Серег, давай, типа, блядь, ну, что-нибудь, давай, давай, мне вообще любого, говорю, кроме себя, ну, пизда, там, для спортиков, ну, как бы, начинал красиво. Занимался единоборством на то время. Да, 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 и в какой-то момент, как бы, типа, как я понял, он там что-то перед ними, как бы. Он должен был доказать, там, какая-то была история. Да, он решил, что где-то что-то, да, что-то произошло где-то там, короче, и, как бы, там, он немножко слабину дал. А почему вообще ты, как это вы, там, здорово, Серег, давай, один на один хочу подраться, или... Нет, ну, встретили спокойно, сели, поговорили, мы же бы адекватные люди, мы что-то, давай, там, блядь, весовые категории подгоняем, давай, худей, как сейчас, в принципе, может происходить, там. Ну, как бы, да нет, он, мол, просто, бля, у него, там, у его там, там, один из его бойцов, один из его, там, членов коллектива, да, музыка, ся, чем, блядь, оброзный оппонент. В свое время, как бы, знаешь, типа, ну, не было вот этого момента, там, как бы, ну, ты больше слабину дашь, что-то откажешься. Были такие моменты, там, ко мне приходили, говорят, давай. Я говорю, давай. Хотя, я сам, знаешь, не мог понимать, в каких количествах идет разговор. Мне говорили, 30, говорю, ну, в принципе, прикольно, говорю, но у меня 20. Как мы, как ты это себе представляешь? И просто банально, там, типа, он мне сказал, типа, блядь, ну, там, где-то за день он меня предупредил, с кем это будет, как бы, это, говорю, нормально. При этом, как бы, самая, такая, даже веселая тема, то, что в этот момент, короче, как бы, куча, блядь, наших вот местных мальчиков, блядь, они, как бы, реально, они снимали этот зал, как бы, мы пришли просто на голову, мы сейчас будем здесь двигаться, блядь. И они сидели в раздевалке, ждали, когда это все закончится, как бы, блядь. Вот, догадаются, там, образно, все закончилось, блядь. Они вышли, да, начали играть в футбол. Я там даже, потом остался тоже, там, помню, еще один тайм побегал, потом мне начало там немножко кукушка звенеть, я решил, надо пойти поправиться, и пошел, блядь. Немножко употребил, то, что в тот момент еще были выходные, и было нормально. В том был момент, это где-то, 99-й год, на Павиленской драке 40 на 40, убежали кони, один, ну, кони остался. Я его в угол загнал, я говорю, парни, не дам его убить, они, ну, молодежь такая, он же конь, я говорю, он человек. Я говорю, или валите меня, я вместе с ним взял его за руку, повел на пересадку, я говорю, сынок, знаешь, что я, он говорит, да, я говорю, ну, молодец, что остался, я говорю, надеюсь, что кто-то наших так останется, и ты вот так же, если нет, то ты полный траляляс. Я говорю, ну, все, ну, чего мы его с ракетом убили, что ли, я бы в один убил бы, зачем, вдруг у него мозги подключились, и он нашу мальчишку в такой же ситуации защитил, потому что, ну, количественным нельзя людей, ну, нельзя, это неправильно. Были такие события, не столь приятные для фанатизма, и не только армейского, да, в целом, парни разбились на машине, было дерби как раз-таки, и это было, насколько я знаю, это было первое дерби, когда не мы в сторону ЦСКА, да, там, оскорбительные зарядки заряжали. Ну, это, опять же, потому что надо в первую очередь оставаться людьми, понимаешь, как бы, в говно превратиться долго времени не надо, у нас сейчас, опять же, очень много, это опять возвращаясь до того момента, что вот, когда ты едешь на выезд, да, у тебя там выбора всего два, а сейчас, блядь, сделать тебе говно, одного этого, блядь, чудо интернета, блядь, достаточно просто написать, что ты там, блядь, не знаю, где-то в гудок баловался, или еще что-то, блядь, и все, и ты, иди, и вам, если кому-то что-то объяснять, ну-то никогда это, и поэтому, как бы, таких движений, как бы, ну, и вот у авто, в тот момент спокойно встретить, все все понимали, у всех это может быть, никто даже, знаешь, это просто там банально, это если мне не заметно, то даже просто элементарно было сделано по телефону, это не надо было, даже не обсуждалось, да, погромно с симпозиумом, все будут гулять, ребят, да какие-то, вообще, вообще, во, все, никаких муток не было, ничего не было, как бы, все, так же, вот, как с бахвитом, царствами небесные произошло, да, ну, как бы, нет, ну, как бы, тут вот это, ну, вот, видишь, опять, все-таки, все-таки есть, какая-то еще остается, все-таки, человечность, фанатская солидарность, хорошо, что даже на таких, пускай, понятно, трагических примерах, она присутствовала, и, на самом деле, очень, очень печально, что только на таких трагических вещах это все происходит, потому что люди перестали общаться друг с другом, что, включая оппонентов, что, бля, внутри, и очень, бля, хреново, что, бля, люди перестали отобщаться и друг друга понимать, тут очень печально. Болейте за «Спартак» просто искренне, историю учите, это обязательно, обязательно, потому что первая голова болельщик – это человек, который знает историю клуба, людей и традиции, а без традиций, ну, мы превратимся, ну, я не хочу унижать какие-то клубы, какой-нибудь маленький профессиональный клуб. Тут был перрон, ну, тут, на самом деле, мы стоим на перроне, по факту. Куда едем, Макс? Макс, куда едем сейчас? Это в Подмосковье. Едем в Подмосковье. Ну, да, наверное, 80. Происходило, естественно, перед игрой туда, потому что обратно либо уже, естественно, на трех вокзалах уже мусора, блядь, ждали, и, как бы, хотя бы два-три мента, блядь, там, образно, всех сбивали там в один вагон, в основном это всегда в конец, и, как бы, и везли куда везли, ну, как бы, и, опять же, у них была цель вывезти за мытищу, все. Главное дело проехать лодку. Потом начали какие-то дела. То есть, на этой станции мало, да? Ну, бывало такое, что не тормозила собака просто. Было пару тем, у нас здесь на ветке работал человек, там, что-то, блядь, топился ЦСКА, как бы, ну, прям, как-то мы это узнавали, потому что он, как бы, весь у него обклеенный весь этот, блядь, вон, ну, вот, будка, вон он едет, а ну, это передняя будка его, где он там тусует. А, машинист, типа. Да, машинист, машинист. Наебали такие темы, когда, там, образно, он, там, может быть, как-то, я не знаю, как-то, может, каким-то, там, задним чувством, пятым, шестым, я не знаю, сколько чувствовал коней, вот, может, что-то чувствовал, короче, блядь, и он понимал, что, блядь, мясо-то побольше будет, и он прям реально, короче, протаскивался, ну, вообще, прям, туда было дальше, короче. Все, даже московские, как бы, кто более-менее, там, ближе к этому, ну, все съезжались сюда, и, как бы, вот, такое было, да, такое место отправления, и место вот ханалии, как-бы, такое, блядь, паломничество всего, что у коней, что у нас, это было, как бы, здесь. Этот матч был принципиальным, но принципиально было выиграть чемпионство, да, и Олег Иванович нас на это настраивал, что, как бы, на одном матче или на одном какой-то серии это не заканчивается, да, нужно пройти весь чемпионат на таком уровне, чтобы в конце года оказаться на первой строчке. Потому что бывали команды, даже вот против нас, против Спартака, были ситуации, когда команда могла нас обыграть, там, каким-то образом, да, там, может быть, и наши ошибки были, может быть, недонастрой, и еще какие-то ситуации, или команда выдавалась в лучшую игру, да, в сезоне, и потом команда могла, там, несколько игр, там, вообще просто проиграть с крупным счетом, да, и, и, то есть, вот, для такой команды, допустим, это был матч, как бы, года, и после которого уже тяжело было как-то настроиться на все остальное. То есть на Спартак настраивались все, как вот, типа, на матч года, а Спартак каждую игру настраивался на то, чтобы это пройти, стать чемпионом. Да, может, для болельщиков немножко по-другому это все выглядело, да, но вот для меня это было ощущение, что играет фаворит, да, ну, с претендентом, с командой, которая претендует, да, у которой есть вроде бы какие-то амбиции, но, наверное, это все-таки у болельщиков были какие-то амбиции, чем, нежели у команды. Ребят, ну, желаю, чтобы Спартак победил, вот, конечно, жаль, что жизненная ситуация, ну, во всем мире, да, она сказывается и на болении, да, на поддержке команды, что не удастся, да, я понимаю, не удастся, да, попасть на матч. Ну, как-то попадут, но так вот организовывают, к сожалению. К сожалению, не получится, вот, но все равно команда должна ощущать поддержку, да, вашу, и все равно я думаю, что даже если не будет вас на стадионе, то все равно ребята будут знать о вашей поддержке и, надеюсь, приложат все силы, чтобы в этом матче победить. И вот мы когда, короче, как раз, когда вот пошла, это там вот с 2003 года, да, получается, такой немножко начались вот эти провалы, провалы. И вот у нас был, вот, вот, мечтаю, чтобы, блядь, народ пропадал со стадиона, ну, просто, чтобы уходил. Чтобы осталась просто активная тусовка, активная ячейка. И, понимаешь, ты приходишь, ты вот, приходишь, наверное, на 100 сектор, и ты, бля, хотя бы какую-то часть, я даже помню, даже когда все начиналось там в Афратре, там, шестой, там, седьмой год, бля, когда-то, Б-8, бля, ты даже приходил, ты все равно всех знал. Ну, да. Хотя ты видел, что это все равно расширяется, развивается, ты начинаешь чувствовать, что качества-то нету. Что вот, как вот пел этот Б-8, нет, ну, опять же, скажу про то, что, бля, лужники решали. Вот, блядь, как бы не было обидно, блядь. Типа, это наш дом. Да никуя это не наш дом. Наш дом, ты идешь, ты на этом стадионе, ты, блядь, там глотки рвешься, там, смотри, что там с Доркландом створится, да, там, там, брезда, ты говоришь. А у нас, что, я реально сейчас официально для всех фанатов, блядь, трибуну Б для тусовщиков, вы надоели, вы либо туда приходите фанатеть, либо вы туда вообще не ходите. Ребята, давайте, соберитесь, хотя бы там, хотя бы на дерби собирайтесь, а то у нас мне хватает на 20 минут. Я хожу на трибуну Д, да, и я слышу, мне иногда не слышно зарядов Б, просто не слышно. А потом вы удивляетесь, что Д вас не поддержит, она просто вас не слышит. Вы даже на дерби ничего не можете. Вы сейчас на стадионе без заводящего по своей собственной инициативе, по своему собственному разгильдяйству, потому что вместо того, чтобы поддерживать команду, еще что-то сделать, вы зачем это все снимаете перед кем-то, как вы еще никому-то хотите отчитаться? Зачем вы это делаете? Держите в сердце, вы пришли туда для чего? Поддерживать команду, вы ее поддерживаете. Берегите сердце, воспоминания в голове. У меня фотографий нет, ну, очень мало. Да потому что вот оно все. Ты сиди, ты думай, вспоминай. Опять же, тут жесть тому, отстаивали все, там все одинаково. Никогда не было никакого пухового деления. Пришел на стадион, ты отстаиваешь. Я говорю, я в том же начинал, блядь, у меня не было цели, блядь, накачать бицуху там, блядь, там, блядь, дико приседать там, блядь, лупить, блядь, дичайший мешок, чтобы он там, блядь, искренне охуевал, блядь. Вот, этот, и, блядь, все, у меня цель только одна, я должен попасть в какой-то, блядь, у футбольный коллектив. Не было такого. Я пришел за «Спартак», я болел, я ходил просто на стадион два года. Не два года, там, года полтора. Просто так фартануло, что я оказался на там… Опять же, я пошел по фанатскому убежденности, я поехал на хоккейный дерби с ЦСКА. Ну, просто такое воспитание, что нельзя давать заднее. На меня напали, я защищался, блядь. Вот, и все, я, как бы, был замечен, блядь, старшими товарищами, как бы, и с этого уже, да, и с этого, как бы, да, как бы, нет, ну, она была где-то в голове, но, понимаешь, даже то же самое, блядь, первая организация «Мясная Флинскрю», она не создавалась как укола футбольная, она создавалась как фанатская. Все люди создавались как фанатская, чтобы… Именно нести красно-белый флаг, а не давать ему, блядь, падать или, блядь, сидеть на трибуне, молчать. То бишь, блядь, глотки… Если ты пришел, как говорится, на всех, там, сиди, ори, блядь, сиди, ори, лежи, блядь, не знаю, делай, что хочешь, ну, блядь, ты ори, ее поддерживаю команду, блядь. Вот, ну, не было такого, да, там. И да, когда ты выходишь, просто, может быть, где-то у кого-то просто, может быть, в какой-то момент яйца были посильнее, да, и у какой-то момент просто, как бы, ну, не дает заднюю. О, это там около футбола, какой-то, итоге придумал, это не такой, около футбола. Внутри футбола надо было, так? Ну, это просто понятие фанат, который и орал, и дрался. Фанат, фанат, и должно все, блядь, подразумевать. А у нас уже что-то это все, там, знаешь, вроде, как, здесь какой-то фанат, кто-то, в основном, это старенький, да, кто, знаешь, типа, вроде, когда ты что-то похулиганил, ну, типа тебя, типа, похулиганил, да, там, ходишь, орешь, там, да, там, людям приятно, там, ну, на камеру, там, что-то делал какую-то информацию прикольная вещь правильно под чб подпадом черно-белая картинка вот так пойдем идем снимаешь давай друзья выпуск подходит концу всем огромное спасибо кто досидел перед своим гаджетом или монитором до этой минуты еще раз благодарю вас за то что вы посмотрели надеюсь поставили лайк и написали комментарий если вы хотите увидеть полную версию интервью с амиром профессором и максимом туком напишите в комментарии о том что вы хотите увидеть эту полную версию мы обязательно выложим это видео должно набрать две тысячи лайков а думаю что вы сможете это сделать легко нам это будет приятно мы действительно старались огромное спасибо хочу сказать нашему оператору олегу ссылку на него оставлю в описании поддерживайте нас а мы будем радовать вас такими выпусками впереди дерби мы должны победить спартак csk братва всем спасибо за просмотр это был дневник фаната до встречи субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok